Субтитры делал DimaTorzok Я сразу скажу, что мне эта идея очень сильно не нравится, но наши товарищи решили, что да, нам стоит туда заглянуть, учитывая то, насколько враждебно к нам настроена эта самая Империя Роланс, но это понятно, вид на войне пастырь был по другую сторону совсем. Посмотрим. Получен запрос. Церковь Роланса. Ясненько. Так, Роза что-то темнит. Должно быть, это святилище. Это новострой, но с очень красивой архитектурой. Эй, есть тут кто-нибудь? Если есть, пусть у них будет голос и тело. Здесь никого нет. Призраки? Я о том, что здесь нет стражи Серафима. Неудивительно, вспомни священника. Они теперь все такие. Куда бы ты ни пошел. И что делать? Искать Серафима, чтобы вернуть сюда благодать? Не знаю, с чего и начать. Знаешь, мне нужно возвращать благодать любой ценой. Ты уверена? Все будет в порядке. Здесь не так уже много зла. Кроме того, нельзя же ходить и спасать мир в одиночку. В точку. Самое важное для тебя сейчас, это расширить восприятие и отточить умения. Чтобы мы могли противостоять владыке бедствий, да? И тебе придется нелегко, ведь ты даже слежки не заметил. С кем это ты разговариваешь? С витражом, что ли? Вроде бы у вас были какие-то срочные дела в Харчевне, на главной улице. Забыл, как она называется? А, точно. У Бориса. Такой таверны на самом деле нет. Он один. Давайте его вырубим и свалим отсюда. А он нас видит? Неа. И на том спасибо. Люди, не скучайте без нас. Что? Вы серьезно? Мы, люди, должны разбираться сами. Пойдем. Да ладно, ребят, вы серьезно? Вы меня оставите вот так вот просто одного? С этим неприятным человеком? Я хочу извиниться за то, что обманул тебя. А теперь? Ты расскажешь мне кто-то. А если я не хочу тебе рассказывать, кто я? Сергей, человек, уровень 27. Да ладно, 27. Ничего, что я 18-й? Уязвим к физическому урону. Ой, да ладно. О, я понял. Я знаю, что мне нужно сделать. Нужно использовать тот самый спецприем, который у меня есть. Черт, мана на нуле. Но, чтобы его использовать, мне нужно 3 ОСВ. 3, мать его, ОСВ. Я одно-то ОСВ с трудом накопил. Что-то мне подскажет, что этот бой будет совсем нелегким. Учитывая то, что я уже начинаю отваливаться. Я бы что-нибудь сожрал. Например, лечебный флакон. По-моему, время пришло. Так, ну все, тогда кайтим. Набиваем себе 3 ОСВ. И со спокойной совестью его добиваем. Все, план коварный. И должен сработать, к тому же. Да чтоб себя. Не, 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 парень, стой. Стой, парень. Полностью восстанавливает ОЗ и ОСД одного из соратников. И 3 ОСВ. Плюс снимает эффект нокаута. Так это же то, что мне, мать его, нужно. Все, приехали, парень. Зажимаем Б. Ну да, 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 да. Я помню, я помню, как это делается. Буря разрушения. Теперь остается добить его, добить, добить, добить. Хотя зря я использовал эту хреньку. Можно было ее использовать попозже, когда я бы сам набил 3 ОСВ, а потом снова ее использовать. О, черт, да. Такими темпами можно и откинуться. Тогда бы я смог 2 использовать вот этих тайных приема. Но, 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 но ведь ты же сейчас отвалишься. Мать твою. Что ж ты творишь-то? Стой. Нет. Серьезно. Вот так вот на лоу хп. Да ладно. Ну что ж, выбора у меня ни хрена нету. Я сожжу ромашку. Ромашка мне поможет, ромашка мне поможет. Вот, плюс 8 к защите. Мы сожжем. Значит, эликсир мы оставим. Сейчас я попробую добить 3 ОСВ и выполнить тайный прием без использования эликсира. А после этого выпить эликсир и использовать еще один тайный прием. Ну что ж. Посмотрим, что из этого выйдет. Основная задача мне сейчас добить оставшиеся 2 ОСВ. И тогда можно считать, что победа, в принципе, за мной. Но, что ты мне подскажешь, что будет нифига непросто, учитывая то, как сильно он дамажит. Так, ладно. Пока все на моей стороне. Все, там чуть-чуть осталось. Одно ОСВ добить до конца, где-то 70% осталось. Я должен справиться, должен. Нет, парень, нет, нет, нет. Сегодня не твой день. Сегодня день царея. И я это сделаю. 700 хп нужно сейчас уберечь любой ценой. И все, победа будет точно за мной. Потому что после использования тайного приема я все-таки подкилюсь полностью. Восстановлю фулл ману. Восстановлю фулл... Фулл хп. И к тому же еще 3 ОСВ восстановлю. Та-дан! Понятно. А может быть у меня есть какая-нибудь плюшечка, которая мне ОСВ даст? Нет. Так. Восстанавливает всем исходную ОСВ на 10. Так. Мне, если честно, немножко грустно сейчас. Ам. Так. Нельзя. Ну ладно. Что у нас по эликсирам? Яблочное жилет. Точно. Почему же я его не использовал? Непонятно. Так. Значит, яблочное жиле мы... Припасем. Почему я его не использовал, непонятно. Но сейчас-то ошибка повторена явно не будет. Так. Да нифига. Черт. Давай, 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 давай. Да я ж вроде бы как блок пытался поставить. Значит, не зашло. И снова не зашло. Мило. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Кайп. Так. Значит. Значит. Разным осталось одно ОСВ добить. Тогда нужно использовать яблочное жиле. Похоже, время подходящее. Сарей, мать твою. Используй яблочное желе, чтоб тебя. Ну всё. Одно ОСВ добить-то нужно. Ну же. Там чуть-чуть. Совсем, совсем. Чуть-чуть. Я не верю. Сарей, ты сейчас не можешь проиграть, да? Ну же, ну же. Стой, стой. Нет. Зажали Б. Зажали. Как, как там? Вот, всё. Так. Сейчас кому-то грустно, а мне нужно использовать срочно эликсир, который полностью меня приведёт в порядок. Я смогу снова использовать свой приём. Да куда ж ты? Давай, Сарей. Давай, давай, давай. Ну что? Ты серьёзно? Да ладно? Успокаивайся, парень. Нет. 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 И ещё раз. Нет. Нет. Просто нет. У тебя ж всё залагало. Да чё? Ха. Как это возможно вообще? Да. Грусть. Блядь, что делать? Что делать? Что делать? Ам. Боевые действия. Может быть, меня стоит что-то того? Так. Уход в тень. Когда вы защищаетесь, враги с меньшей вероятностью выбирают вас своей целью. Да, выберем. Только в этом бою это мне совсем не поможет. Новые высоты. Так. Да, берём. Цепная реакция. Обычное состояние после трёх компа нажмите и держите. Ага. Ай, не. Потратить. А, вот. Вот, чёрт возьми. То, что мне нужно. После трёх комбо. Но держите. РТ. Хорошо. Давайте посмотрим. Да всё должно было быть иначе. Всё должно было быть совсем иначе. Ай, нет. Не то, короче. Совсем-совсем не то. Я истратил остаток свой. ОСД. И в итоге всё. Не успею, наверное, адекватно его накопить. И учитывая то, что у меня лагать начало совсем-совсем не вовремя. Да чтоб тебя. В этом бою лаги это как бы... Как бы, ну, вы понимаете, да? Вы видите. Что лаги в этом бою это не совсем то, что нужно. Не совсем то, чего бы хотелось. А что если я даже сейчас не буду использовать яблочное желе, а оставлю его... Нет, не оставлю я его в топку. Нужно использовать яблочное желе. Иначе я отвалюсь. Так, ну, Сарей. Давай, допустим, что он там бьёт. Хотя бы немножко нужно... Восстановить здоровье. Так, ты давай... Попробуй меня догнать. Догнал. Ладно. Да ну чтоб тебя... Всё. Конечно, жаль это признавать, но... Эта попытка тоже... Была неудачной. Ну, точнее, как неудачной. Она была... Не совсем удачной. Всё могло бы быть по-другому. Но не было. И что делать? 6 хп остаётся. Усарея. Ну, тут пару ударов осталось до тайного... Как так? Почему мир так жесток? Мне что, опять целую серию с тобой бодаться? Нет, пожалуй, я против. Всё. Давай. Попробуем... Выжать... Максимум... Из того, что я могу. Сейчас мы... Что-нибудь да придумаем, я думаю. Теперь-то у нас должно что-то получиться. Так, там где-то около одного ОСД остаётся. Так, чё-то он защищается как-то подозрительно. Так, и нам, я думаю, пора. Так, всё. Одно ОСД добиваем. Используем тайный приём и начинаем наваливать. Так, ну, почти-почти. А я ещё даже не использовал яблочное желе. Ну же. Ну же, ну же, ну же. Есть. Так, всё. Теперь... Поехали. Так, теперь я использую яблочное желе. Да, да, да. Я не буду сразу следующий тайный приём использовать. Потому что, я полагаю, это будет очень опасно. Да. Это будет очень опасно. Эликсир я использую сейчас. И что, ты думаешь, сейчас-то у тебя хватит? Силу, чтобы меня убить. Давай. Да чёрт, как же так? Давай, давай, давай. Должен сейчас я его добить. Как ни крути. Ты сдерживался. Пожалеешь ведь потом. Всё в порядке. Но я ценю, что ты за мной приглядываешь. Ты даже с язвитней в состоянии. Ты разговариваешь с Серафимами? Получается, во время проверки ты на самом деле... Я должен извиниться за то, что солгал Сергей. Это мне нужно извиниться, добрый пастырь. Лишь скрестив мечи, можно оценить реальную силу человека. Могу я узнать твоё имя? Сарей. Пастырь Сарей, я молю тебя отдать мне свою силу. Чего? Ради Роландса. Но мы слышали, что в империи Роландс не в восторге от пастыря. Это правда. Рыцари считают его опасной и непредсказуемой личностью, чья сила не уступает по силе кардинала Фортон. А церковь считает пастыря угрозой кардиналу. И потому еретиком. Кардинал, вторая по значению фигура в иерархии церкви и первый претендент на пост патриарха. Формально она значится советником юного императора, но фактически она держит всё в своих руках. Верно. А ещё говорят, что она способна творить такие же чудеса, что и пастырь. Такие же, что и пастырь? И как это следует понимать? С каких топор рыцари стали так бесцеремонны, что позволяют себе заходить в святилище без предупреждения? Только не говорите, что пришли сюда, чтобы вливать в уши верующих низкую ложь о кардинале Фортон. Святой Отец, я бы никогда... Избавьте меня от вашей вредной болтовни. Убирайтесь. Идём в парк, закончим наш разговор там. Да, вот и Святой Отец. Вот она какая здесь церковь, в этом городе. Справились, справились с этим боем. Рейтинг 23 практически. Да это да. Прям то, что нужно. Но вот вы, вы засранцы, да. Роза, ты и все, кто внутри меня там сейчас находится, вы засранцы, вы бросили меня одного сражаться с этим рыцарем. Фу на вас. Думаешь, в Роланце есть ещё один пастырь? Возможно. Но послушай меня. Небольшой совет. Тебе наверняка попадётся целая толпа мошенников, называющих себя пастырями. Не верь. Нет, ну как бы да, это логично. Так, Монолитик. Сила Духа. Ну это мы знаем, как её использовать и что с ней делать. Обязательно, обязательно сохраняем игру после этого боя. Я не хочу ещё разок с ним столкнуться. И нам нужно в парк. Идите в парк и выслушайте Сергея. А у нас две звёздочки, почему-то. И одна из них явно не парк. Да ладно тебе, ты хочешь сказать, что они продают эликсир? Это правда, в городе ходит слух, что знать и Хайленда, и Роланца, его вечно мало. Но как они его получают? Я думал, что весь запас под контролем церкви. Так они действуют с разрешения церкви. Просто... Вы знаете, эта штука действительно работает. Продлевает жизнь, освежает дыхание, все дела. Просто выше всяких похвал. Не знаю насчёт похвал, но цена на эту дрянь выше некуда. Только для богатеев. Да уж, можно было догадаться. Ага, значит, продают эликсир. Церковь занялась продажей эликсира. Как-то это очень странно. Действительно, очень это странно. Так, что ещё в городе странного? Проклятие, почему этих рыцарей нет так долго? Лучше бы им поспешить и поймать преступника. Эта дождь в столице плохо сказывается на торговле. Иногда начинаешь желать, чтобы произошло одно из так называемых чудес кардинала. Что ж там за кардинал-то такой мне интересно? И судя по тому, что я сейчас услышал, это девушка. Так. Этот ростовщик Романо просто обожает изящное искусство. Говорят, если отдать ему в залог произведение искусства, то он судит себе огромную сумму денег. Ага. Я слышал, что Романо даёт займы даже жителям Хайленда. Полагаю, деньги не пахнут. Ага, то есть мы можем денежек в долг здесь взять, да? Намёк на это. У меня же важное задание же. Я же выслеживаю предателя же. Ах да, я сделал новую карту же. Так, да, обязательно карту покупаем. Спасибо же за сотрудничество. А теперь же я могу продолжить моё путешествие. Так, удачи тебе. Получена карта приключений у границы. Карта нам обязательно пригодится. Ой, фризы, фризы, как я от вас устал. Выпустите хотфикс для Плейс ТВ, пожалуйста. Нормин, 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 Нормина нашёл снова. Так, давай глянем. Ты кто? Комбо плюс. Чего ты можешь делать? Восстанавливай эту Зеппри комбо. Так это же для меча. Это что, что прям, прям, прям где мой меч? Ну-ка, держи. Теперь мы сможем хилиться. Прям в бою, отлично. Так, Сергей, нам бы... Прости, что так вышло. Жаль, что нам пришлось это увидеть. Отношение между рыцарями и церковью при патриархе было получше. Патриархе? Патриарх Маседра был добрый, любил свою паству. Прежний император доверял ему. Даже рыцарь с радостью выполняли любые его приказы. Почему ты говоришь в прошедшем времени? Он пропал без вести, где-то год назад. Кардинал Фортон словно была готова к этому. Она вышла на передний план и вскоре захватила всю политическую власть. Значит, ты думаешь, что кардинал как-то связан с исчезновением патриарха? Доказательства есть? Ни одного. Я поручил заняться этим делом целому отряду рыцарей, но никаких зацепок обнаружить не удалось. Однако, все рыцари, которые пытались узнать что-то о кардинале, исчезли. Все 18. Какое коварство. Мне хочется признавать, но чтобы противостоять кардиналу, нам нужна сила, превышающая наши природные способности. Пастырь Сарей, я знаю, неуместно об этом просить, но не поможешь ли ты узнать истинную природу кардинала? Резиденция кардинала в соборе Пендрага, верно? Вроде бы, простые люди туда не допускаются. Это правда. Я попробую воспользоваться своими связями, чтобы добиться для вас разрешения на вход. Хорошо. Познакомимся с кардиналом. Какой чудесный день. Я подготовлю все немедленно. Сударыня, прошу прощения за то, что втягиваю вашего мужа во все это. Ты? Ужас. Встретимся в Пендрага. Как только прибудете, приходите в башню рыцарей. Я в шоке. Он что, действительно поверил, что вы женаты? Да вот чудак. Но такой чистейший человек. Ага. Чистейший идиот. Ясно. То есть, этот рыцарь действительно подумал, что Саре и Роза женаты. Не, ну хотя они довольно неплохая пара. Смотрятся вместе отлично. Почему бы так и не подумать? Ветер в синем. Приближается Валькирия. Валькирия приближается, да? Для меня Валькирия это тоже... Символично довольно. Так, ну все. Что мы здесь еще можем сделать? Мы можем встретиться с Сергеем в Пендрага. А Пендрага у нас где? Мне никто не подскажет. Но если мы пришли с Волгранского леса, который находится слева, тогда я думаю, что нам нужно пойти вот сюда, направо. Плюс к тому, что у нас есть там какие-то задания. И по пути мы зайдем в трактир. Точно. Нас явно ожидают неприятности. Но так мы хотя бы попадем в Часовню. Верно. И возможно у нас получится поведать высшим чинам Роландса нашу точку зрения на происходящее. Но что-то мне подсказывает, что эти высшие чины будут настоящей проблемой. Но оно обычно так и бывает, как бы да. Здесь ничего удивительного нету. Тогда отправляемся в трактир. Посмотрим сценки и закончим эту серию. Так, а тут далее я пошел. А, да, туда. Все нормально. Так, чего у вас? Владельцем этого магазина является прямой потомок знаменитого ремесленника Милтона, которого считали настоящим мастером оружейного дела. Этим я хочу сказать, что я его четвертый сын. Если говорить об уникальном оружии, то я обладаю всеми навыками, которые были у моего отца. Отлично. И что же вы можете мне продать? Из оружия. Опа. Флюоритовый меч. У меня же такой был, да? К снаряжению. А, нифига. Фиболитовый меч. Фусарея. И уступает он по атаке довольно сильно, но... Но, но, но... Так. Ладно, нужно... Ладно, нужно... Что-то делать. Возьмем посохи. Два меча можно было взять, но они никак не дадут при объединении 99 атаки, но ради просто того, чтобы были, да, я их возьму, ладно. Так. Так. Флюоритовый обод для Миклео возьмем. Так. Ленту для Эдны возьмем. Так, еще один обод тоже возьмем. Потом слияние произведем. Так, брони нету. Кольца, кольца, кольца есть. И сапог тоже нету. А, теперь пришло время объединить наши вещи. Посмотрим, да, 89 атаки всего лишь выходит, но ладно. Может быть, что-нибудь толково да и выйдет. Вот, два посоха. Это однозначно хорошо. И по оружию все, больше ничего толкового мы объединять не можем. Хотя мы можем еще объединить обод Миклео. А, стоп. А, собственно, нафига, когда вот есть другой хороший обод, который мы Миклео и отдадим. Так, ну и, в принципе, пока все. Со снаряжением пока закончим. Так, нужно Миклео обод напялить. Где он? Вот. Очень, кстати, неплохой обод, который добавляет овер дофига магатаки. Ну, а на этом мы эту серию закончим. Уже в следующий мы доберемся до трактира и посмотрим там сценки и начнем выбираться отсюда. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.